СОЦИОЛОГИЕ СОЦИИ И функции социологии и её практическое значение. Что касается науки социологии как таковой, то она учитывала на определенном этапе развития общества, и поэтому общество рассматривает не как однородную массу, а учитывает её дифференцированность, многоплановость, многомерность. Вследствие всех вот этих причин, связанных с усложнением социальной реальности, возникает потребность в её познании. Социология, можно сказать, была ответом на потребности развивающегося общества, поскольку философия давала нам достаточно умозрительное, хотя и глубокое представление об обществе, но требовалось более глубокий анализ тех социальных процессов, которые в обществе проходил. Впервые термин «социология» ввёл французский учёный Агюс Конт. Годы жизни 1798-1857. Так вот, в 1847 году в его большой монографии «Курс позитивной социологии» Конт попытался выработать рациональный подход к изучению общества, основанный на наблюдении и эксперименте. Он считал, что с помощью науки можно обнаружить скрытые законы, управляющие обществом. Этот подход сначала назывался даже социальной физикой. Дело в том, что Агюс Конт, он, в общем-то, по образованию был физиком. Ну, короче говоря, он учился на физическом факультете. Так вот, с её точки зрения, социология должна стремиться преодолеть умозрительность старой философии и попытка использовать достижения точных наук при изучении общества. И послужил основанием для такого социологического направления, как позитивизм. В буквальном смысле слова, наука, социология – это наука об обществе. Но это понятно, что предельно общее понимание социологии. Обычно при определении предмета социологии выделяют те или иные социальные процессы или явления. К числу таких явлений или процессов относятся групповое взаимодействие, структура социальных групп, социальные институты, социальная структура, человеческое поведение, социальные нормы, ценности, социальные системы. Это тот категориальный аппарат, который широко используется в социологии. Он достаточно широкий, я вот назвал только лишь некоторые категории. Теперь, что касается предмета социологии. Ну, наверное, вы знаете, что предмет науки, любой науки – это воспроизведение данной реальности на абстрактном уровне путем выявления наиболее значимых с научной и практической точек зрения закономерностей, связей, отношений этой реальности. Так вот, мы должны сказать и об объекте социологии. Объектом социологии является общество или определенная социальная реальность, независимая от исследователя, но включенная в процесс социологического познания. Предметом социологии являются свойства, стороны, процессы данной социальной реальности, выделяемые исследователем для целенаправленного изучения на основе имеющихся знаний и категорий. Несмотря на подверженность социальной реальности многообразным воздействиям, все-таки существуют определенные тенденции и законы социальной действительности. Вот как раз для социологии-то и очень важно выяснить вот эти тенденции, закономерности, которые в обществе происходят. Так в обществе существуют достаточно сильные детерминанты, определяющие жизнь общества. Это власть, экономика, идеология, политика. И в результате люди вынуждены действовать и поступать соответствующим образом под влиянием этих и других факторов. В результате социальный закон реализуется и воплощается в жизнь не вообще, а в конкретной форме, в деятельности людей. Социальные законы – это воплощение существенных, всеобщих и необходимых связей и взаимодействий социальных явлений и процессов. В законах и в закономерностях проявляется повторяемость, регулярность социальных действий, определенный характер реагирования на социальную среду. Отдельные события в социальной действительности, как правило, являются элементами, частичками какого-либо общего массового процесса. Там рождаемость, смертность, брачность, миграция, преступность и так далее. То есть случайное социальное событие, как единичный факт, оказывается в этом процессе проявлением каких-то более общих тенденций. Но и любой единичный социальный факт обладает специфическими особенностями. Так вот, одна из задач социолога заключается в том, чтобы определить систематически повторяющиеся признаки отдельных событий и отделить их от случайных, не специфических. Существуют разные трактовки определения социологии. Ну, некоторые говорят, что социология – это учение о социальных группах, их влиянии на человеческое поведение и так далее. Есть и более краткие определения типа социологии, изучая социальную действительность. Но следует отметить, что социологи, ориентирующиеся на исследование поведения людей или малых групп, считают, что социальная действительность может быть понята только с точки зрения тех смыслов, которые люди вкладывают в свое взаимодействие с другими людьми. Отсюда прежде всего фиксируется внимание на поведенческих актах и мотивах. То есть социология, она включает в себя достаточно сложные аспекты и не ограничивается только какими-то там общими характеристиками. Вот можно так сказать, что социология, как наука, представляет собой органическое единство, взаимодействие теоретических и эмпирических методов исследования. Однако, в зависимости от конкретных задач, решаемых в том или ином исследовании, пропорции между теоретическими и эмпирическими аспектами могут быть разными. Таким образом, это дает основание классификации социологического знания по его уровням. В социологии следует явление процесса на уровне общества, социальных общностей, на уровне личности. Но, в отличие от естественных наук, между фундаментальной социологией и прикладной социологией, нет все-таки какой-то резкой грани, как скажем в естественных науках. Если в химии или физике практическое использование фундаментальных законов для развития новой технологии и получения новых материалов непременно предполагает специальные разработки, и далее на их основе инженерное проектирование, в то время как в социальных знаниях, к практике социального регулирования нет такой жесткой последовательности. Можно здесь уточнить, вот как мы уже говорили, что вот эмпирическая социология, это как раз важный элемент социологии, эмпирическая социология, она осуществляет сбор и накопление фактического материала в определенной сфере социальной жизни и его первичную обработку, используя для этого наблюдения, опрос данных, статистику и прочее, прочее. Существует деление на фундаментальную и прикладную социологию. Фундаментальная социология включает основополагающие, базовые, теоретические положения. Фундаментальное знание в науке – сравнительно небольшая часть проверенных на опыте научных теорий и методологических принципов, либо аналитических приемов, которыми пользуются ученые в качестве руководящей программы. Остальные знания – результат текущих эмпирических исследований. Эмпирическая социология ориентирована на практическое применение, на получение социального эффекта. В США, например, прикладная социология – это социологическая работа, сделанная для кого-то. Главное здесь ориентация на практическую пользу, а не только на прирост знаний. То есть дается задание определенное, и социологи разрабатывают какие-либо рекомендации для практического применения. Микросоциология нацелена на единичные явления и единичные социальные образования. Трудовой коллектив, социальная группа и так далее. То есть микросоциология нацелена на единичные явления, поскольку мы говорили, она изучает отдельные аспекты, отдельные малые группы и так далее. Макросоциология. Макросоциология изучает сложные социальные системы, которые стоят из элементов, находящихся в определенном взаимоотношении. Объектом макросоциологии являются структура, закономерности возникновения развития, взаимодействия больших образований или социальных процессов. Важно рассматривать общество не как однородную массу, а учитывать ее дифференцированность, многоплановость, многомерность. Вследствие всех этих причин, связанных с усложнением социальной реальности, возникает потребность ее познания. Социология как раз была и ответом на потребности, вот как мы говорили, развивающегося общества. К прикладным социологическим направлениям относятся социальное прогнозирование, социальное проектирование и программирование, и социология управления. Вот как мы уже говорили, что социология имеет практическую направленность, поэтому вот мы их называем или практическая социология, или лучше прикладная социология. То есть она направлена на анализ конкретных явлений. Вот и социальное прогнозирование, как мы говорили, и социология управления. Это используется для практической уже деятельности. Таким образом, социология не только описывает, объясняет, предсказывает поведение изучаемого объекта, но и выполняет при этом важную социально-технологическую функцию, которая состоит в разработке рекомендаций относительно и путем воздействия на социальные процессы. И проблема заключается в повышении технологичности и практической отдаче социологических исследований. Так вот, здесь можно даже назвать некоторые новые функции социологии, которые заключаются в активном влиянии на социальные процессы. Это вот управленческое консультирование, это разновидность экспертной помощи в области управления, это консультативно-управленческая деятельность, это такая деятельность социолога, которая связана с решением конкретных проблем, возникающих в процессе управления у администрации, например. Социолог может приглашаться для решения в качестве эксперта, консультанта, вот для этих возникающих проблем, которые возникают у руководителя в администрации и так далее. Главная суть вот этой практической социологии заключается в том, что она использует социальные технологии. Социальные технологии сейчас вот понятие, которое широко употребляется и широко очень востребованное. Так что можно сказать? Главная суть социальных технологий заключается в том, что они позволяют ответить на вопрос, как с наименьшими издержками, без жертв и страданий добиться высокоэффективной совместной жизнедеятельности людей. И в этом отношении значение технологии заключается прежде всего в том, что она придаёт человеческой деятельности более рациональный характер, включая в неё не только процессы и операции, которые действительно необходимы для достижения поставленных целей. Вот эти вот операции, это конкретное действие, они дают очень высокий эффект, если эти технологии разработаны грамотно, логически и логически выстроены. Однако, реализация теоретического и прикладного потенциала социологии имеет, конечно, некоторые ограничения, связанные с недостаточным уровнем современного социального знания, динамичностью социальных изменений, встречающейся конкурентностью социологических исследований, конъюнктурностью их и их использованием в интересах определенных политических группировок и манипуляции средствами массовой информации, особенно в предвыборной кампании. Серьёзная социология, она, как мы уже говорим, даёт и серьёзные результаты и серьёзную отдачу. То есть, нужно учитывать, что это за социология, и мы, социологи, сразу обращаем внимание, либо это серьёзная социология, либо это какие-то всю минутные задачи решаются, ну и, как правило, непрофессиональными социологами. Таким образом, социология может осуществлять широкий теоретический анализ социальной реальности, выявлять закономерности и тенденции развития общественных систем, а также разрабатывать рекомендации по внедрению в практику современных социальных технологий, проектов и управленских решений. На этом, уважаемые слушатели, мы заканчиваем на этой первой части лекции и будем продолжать следующие важные темы.